МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный вопрос – рекультивация котлованов барда-хранилищ. Сегодня идет рекультивация самого большого барда-хранилища. Всего их пять. И поэтому сегодня идет рекультивация первого барда-хранилища. И в течение двух лет, в соответствии с дорожной картой, должны будут рекультивированы все последующие котлованы. Как утверждают специалисты, рекультивируемые участки в дальнейшем будут засеяны деревьями, кустарниками и даже сельскохозяйственными культурами. Барда сыграет роль удобрения для растений. Один из этапов рекультивации, то есть проводятся предрекультивационные работы, дальше проводится рекультивация, и здесь она какое-то время в земле будет отлеживаться. Я просто уже знаю, потому что проекте готовится. Какое-то время в земле она будет отлеживаться, дальше эта земля будет спахиваться, будут взяты пробы земли на наличие, так сказать, ее плодородности, кислотности и так далее. Если будет кислотность повышенная, эта земля будет расчелачена, выровнена и будет подготовлена к посеву. Вторая проблема, волнующая местных – забор воды с пруда Менгулевский. Была проведена экспертиза, которая показала, забор воды для завода не представляет угрозу для водоема. Также продолжается очистка территорий. В 2017 году из-за прорыва бардохранилища была уничтожена растительность на десятках гектаров земли. На данный момент очищено 15 гектаров леса. После того, как погибшие деревья уберут, в ноябре начнется озеленение. Не забудут и пруд красотку. В водоем долгие годы сбрасывали продукты переработки. Из-за этого пруд медленно умирал, а едкий запах преследовал жителей. Принято решение о строительстве трубопровода, через который и будут выводиться стоки с завода. Мы полностью проложили километр 80 трубопровода. И сейчас ждем документы на переподключение нашего стока. За всеми работами следят сами жители. В Муловке работает общественный контроль. Население ежедневно информирует о проделанных работах на заводе. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ, Измоловке.